Вот опять весовые комплексы. Нас собрали на информацию по весовым комплексам, где их желательно расположить, как закрыть, и научить перевозчику более-менее придерживаться каких-то прав. Вот опять весовые комплексы, наша головная путь. На весовые комплексы не выделяется целевых денег ни копейки. И те деньги, которые мы собираем, уходят в центральное казначейство. А там, извините, я вот стыкался, работал в последнее время в организации, мы возили щебень, две наши машины попали. Одна 700 евро штраф, вторая 1300. Вот на секундочку, там штрафы не бывают, там 20-30 евро. Там штрафы 300-400, куда эти деньги уходят? Непонятно. Трансинспекция ничего за это не получает. Околоавтодор, который содержит машины, технику, людям платят за год, тоже ни копейки не будут. И вот сейчас нам, ну, хотелось бы иметь их пять, чтобы закрыть основные направления, научить больших, опять же, соседней, и работать людям, ну, 5% даже не оставлять. То есть таких вопросов вот по вот этим центральным бюджетам, куда все уходит, очень много. Какое дело? Что-то централизация тих и там. И нам на них не дают, к сожалению, ответ. Это все ложится на плечи того же оболавтодора, сетей день и седается с эксплуатацией. А сегодня на минуточку построить лесовый комплекс, ну, наверное, минимум миллион нужно, чтобы он соответствовал всем техническим требованиям, чтобы, ну, чтобы, ну, это не военнопленные ходили вдоль дороги, а бы было нормальное оборудование и одежды. На вашем доме, где стоит построить у нас в области комплекс? На какого смысла строить комплекс на М11 или на М14? Это более чем смешно. Дороги нет, ритвенен не рост. Где, вы считаете, за какие именно это сказать? Значит, вот Андрей Владимирович вышел, вот сегодня был объезд вместе с Гайдаржей, они выезжали, ну, например, на М6, М14 нужно сделать. Ну, а какой смешно, наверное, для нас люди...